Их души неразрывно связаны и по сей день. И даже несмотря на то, что спрятаться от невзгод в объятиях супруга Татьяна Князевская больше не может, память о лучшем человеке в ее жизни не меркнет с годами. Историю Владимира Александровича вдова рассказывает, глядя на фотографию. Это одна из ценных вещей, которая хранит в себе не только навсегда запечатленные молодые черты, но и несгибаемую силу воли. На выполнение интернационального долга в Афганистане, вопреки запретам, юный Владимир отбыл в компании верного друга – собаки Берри. Володя писал, сколько раз Берри спасал нас от смерти. То есть он находил мины, ну и как все собаки, вставал в стойку. И когда Володя погиб, Берри прожил только два с половиной месяца, как мне рассказывали ребята, которые приезжали ко мне. То есть Берри побежал на очередную мину. Ему стали кричать, Берри, вернись. Он поднял лапу, посмотрел на ребят и наступил. Тем самым преданный напарник отказался жить без хозяина. Владимир Князевский погиб в 23 года, 6 мая 1985-го. Роковая дата разделила жизнь вдовы на до и после. Несмотря на разъедающую душу боль, Татьяна нашла в себе силы жить дальше. Одной из первых передала в дар музея конспиративная квартира симбирской группы РСДРП ту самую фотографию. Это все, что осталось. Китти Лишинель сгорели в пожаре. Сейчас выставка «Отечество верной сыны» включает в себя больше ста подобных сокровищ. Есть форма лучшего Петра Сергеевича, который за свою жизнь совершил 10 035 прыжков с парашютом. Вот такие вот истории, они на самом деле воспитывают патриотизм, показывают, что можно быть смелым, храбрым, любить свою родину. Экспозиции сменяют друг друга. Разнятся наполнением предметы и личные вещи родственники передают в дар практически каждый год. А вместе с ними и частичку истории. С вдовыми и матерями встретился губернатор Алексей Русских. Глава региона также ознакомился с выставкой. Сейчас она размещена в новых витринах, которые поступили в музей по нацпроекту «Культура». Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Улл Правда ТВ.